Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемый президент. Я понимаю, что последний доклад всегда труден, все устали, я постараюсь тезисно. Во-первых, конечно, спасибо хочу сказать Алексею Георгиевичу и Павлу Сергеевичу в их лице всем организаторам за прекрасно организованный мастер-класс, хирургам за блестящие демонстрации, ну и за возможность, в общем, поделиться некоторыми мыслями вслух о происходящем. И, на мой взгляд, Пьер Моно уже озвучил то, что написано у меня на первом слайде. Абсолютно точно сегодня проблему является не радикальная цистектомия, а деривация мочи. Я не буду детально останавливаться на том, что там написано, но очень важно себе это понимать, что именно качество, выполненное уродеривацией, обеспечивает и качество жизни, и длительное выживание, и, в общем, успех всей хирургии. Конечно, сохраняется высокая морбидность при приобретении опыта, летальность снижается, но осложнения вновь и вновь остаются на высоком уровне, и, конечно, мы вновь и вновь вынуждены обсуждать несовершенство существующих методов уродеривации. Ну, вот здесь наш опыт за представленный период. Мы чуть меньше 500 цистектомий анализировали, 393 детально. Вот такие усредненные показатели возрастные и гендерные, и, в общем, это преимущественно больные с раком мочевого пузыря. Например, нами применены 18 различных методик уродеривации. Вот здесь представлены ортотопические деривации, гетеротопические, континентные, инконтинентные, с отведением в кишечник, гетеротопические, инконтинентные, преимущественно брики, различные варианты на кожного, вне кишечного отведения. Ну, и суммарно, с использованием кишечника, да, 82% наших пациентов оперированы. Ну, и в виде ЧПНС, в ультеракутанастом, 18%. Для наглядности, ровно половина наших пациентов получила ортотопическую деривацию с восстановлением, соответственно, мочеиспускания по нативной уретре. Преимущественно, это сигмацитопластика Пореди, лицитопластика Штудер, ну, и авторская методика инвертирующей лицитопластики. 10% наших пациентов, я думаю, это высокий достаточно показатель, получили гетеротопические, континентные резервуары. Это то, что сегодня все меньше и меньше выполняется, все меньше и меньше количество хирургов к этому прибегают. И, в общем, это как раз одна из тех методик, или, в общем, целая серия методик, предложенных уже там более 30-40 лет назад, и в то время они были весьма популярны. Так вот, в настоящее время эти методики применяются все меньше и меньше. Речь идет, еще раз подчеркну, о гетеротопическом отведении с континенцией, когда пациенты капитализируются и, в общем, остаются сухими. 7% наших пациентов деривация в толстый кишечник, МАИНСПООЧ-2, ну, и в итоге 67% наших пациентов получили ту или иную континентную форму уродеривации. Гетеротопическое инконтинентное, стандартно, брикер, да, 15% наших пациентов. Ну, и такие альтернативные накожные отведения в виде ретерок, у нас там ЧПНС, к сожалению, тоже 18%. Что интересно, мы в своих исследованиях анализировали дифференцированно весь материал в зависимости от опыта хирурга, который выполнял эти операции. И вот смотрите, изначально это была одна бригада, в которой все хирурги осваивали методики, соответственно, работали на базе, которая не имела предшествующего опыта в выполнении этих операций. Далее, вот эта первая бригада была разделена, и часть ее, исключительно опытные хирурги, ушли на новую базу, то есть начали работать в месте, где раньше не выполнялись такие операции. Часть хирургов объединилась с начинающими хирургами и продолжила работу на прежней базе. И вот в эти временные интервалы, выполненные этими бригадами, вот такое количество операций. В итоге основные две бригады выполняли со средним темпом 25 операций в год. Радикальная цистектомия, что же мы получили? Если мы говорим о морбидности, то, конечно, мы прежде всего анализируем послеоперационные осложнения. Посмотрите, стандартно, ранние до 30 суток и так называемые поздние до 90 суток. Конечно, классические, в общем, во многих отчетах представляются только ранние исследования. В своих исследованиях мы до 90 суток смотрели. Понятно, что в наиболее опытной бригаде получены самые лучшие результаты. Но посмотрите, в этот период до 90 суток преобладают осложнения, которые не связаны с уродеревацией. Это, в принципе, общихирургические какие-то осложнения. Или тромбоэмболические в том числе, сердечно-сосудистые. То есть такие, общихирургические. А вот то, что связано непосредственно с какой-то кишечной реконструкцией, в этот период демонстрирует небольшое количество осложнений. И в этот период, несмотря на то, что появляется уже достоверная разница в частоте этих осложнений, в этот период эти осложнения незаметны. Что же происходит дальше? Посмотрите, мы отдельно, эмпирически установили, что в сроке от 3 месяцев вот этих 90 суток до 18 месяцев, собственно и наступает основное количество осложнений, связанных непосредственно с отведением мочи. И количество их абсолютно достоверно коррелирует с хирургическим опытом. И посмотрите, связанные с уродеревацией осложнения мы считаем своего рода индикатором хирургического опыта. Вот здесь проявляется все то, что мы накапливаем, выполняя все больше и больше операций. Либо у нас опыта достаточно, и тогда мы имеем минимум осложнений, либо его не хватает, и в этот период развиваются те осложнения, которые и будут характеризовать наш с вами хирургический опыт. Летальность. Ну, понятно. Бригада с наибольшим опытом 3,1%. Бригада с минимальным опытом 12,8%. Абсолютно точно есть прямая зависимость, в том числе и в летальности от наличия хирургического опыта. Каковы же причины этой летальности? Мы ее проанализировали. Посмотрите, вот объединенный опыт трех бригад, совместный. Общий показатель смертности 7,6%. На первом месте инфаркт миокарда, второе место перитонит, канцерский аритмогенный, поубывающий. И посмотрите, в структуре причин летальности преобладают, конечно, сердечно-сосудистые и тромбоэмболические осложнения. Но вместе с тем, посмотрите, гнойно-септические осложнения 23%. Это не просто нагноение рана, это как раз несостоятельность всех наших с вами анастомозов, это перитониты и так далее, и так далее. Так вот, это обобщенный опыт. Посмотрите, как выглядит, собственно, та же раскладка в бригаде, имеющей минимальный хирургический опыт. Преобладает, да, перитонит, как причина смерти, стоит на первом месте. Суммарно я уже говорил, 12,8 смертность, да, послеоперационной. И посмотрите, примерно то же количество сердечно-сосудистых тромбоэмболических осложнений, а вот гнойно-септические, каждый третий пациент, это в бригаде хирургов с минимальным опытом выполнения, именно урогреваций. Посмотрите, как меняется эта структура по мере накопления опыта. Бригада с максимальным опытом, 3,1% послеоперационная летальность, вот представлена структура причин смерти, и самое главное, посмотрите, сосудистое сердечно-сосудистые тромбоэмболические, примерно то же количество, а вот снижение осложнений удается добиться по мере накопления опыта за счет снижения именно гнойно-септических осложнений. Ну, это общие результаты выживаемости, они, в общем, достаточно неплохие, у нас медиана наблюдения более 10 лет, поэтому можно говорить о достоверной, 5-10-летней выживаемости, суммарной по трем группам, но совершенно очевидна разница, когда мы анализируем раздельно, в зависимости от опыта, те же результаты, посмотрите, и общая выживаемость всех пациентов, и общая выживаемость пациентов с раком мочевого пузыря, канцерспецифическая выживаемость достоверно разнится между группой с максимальным хирургическим опытом и группами с меньшим опытом. Вот для наглядности, минимальный опыт, 5-летняя выживаемость 44,8, максимальный опыт, 77, статистически достоверно. Таким образом, опыт хирурга, выполняющего цистектомию и прежде всего уродыревацию, конечно, является одним из самых мощных предикторов морбидности и прогноза выживаемости. Вот проведенный такой анализ, конечно, мы его провели на открытых операциях, это накапливалось много лет, и получили вот такие кривые по осложнениям, они разным цветом, красным, синим и желтым, представлены по бригадам, и результирующая кривая зеленого цвета, это и есть кривая обучения, характеризующая во времени уменьшение количества осложнений. Так вот, оптимального числа осложнений, на уровне 40-30%, удается достичь только после накопления опыта не менее 150 операций. Это наши данные. Пока в мире не так много центров, которые таким образом анализируют или получают кривые обучения, и сегодня все этим занимаются, и все хотят понять, а сколько нужно хирурга учить. Да, и вот применительно к дню сегодняшнему, да, посмотрите, вот этот слайд я позволил себе заимствовать в одного из экспертов сегодняшнего дня. Так вот, что здесь интересного? В конце прошлого века имеющая популярность кондуитная уродеревация, в частности, операция Брикера, она начала терять популярность. Связано это было с тем, что ее активно вытесняли методики гетеротопической континентной уродеревации, то есть катеризируемых резервуаров. Шло время. Безусловно, по праву стали применяться методики уродотопической уродеревации, они стали, конечно же, вытеснять одно и другое, но вот здесь все закончилось 2004 годом. Как эти кривые, на ваш взгляд и на мой взгляд, дальше следует дорисовать? Безусловно, будет расти популярность в ортотопической уродеревации, и сегодня абсолютно точно вновь мы переживаем ренессанс кондуитной уродеревации, то есть так называемых мокрых, мокнущих стом. Мы себя абсолютно точно убедили, что нет никакой достоверной разницы. Мы это оценивали с помощью современных шкал, анкет, достоверной разницы в качестве жизни пациентов, которые остаются сухие, не сухие. И вполне себя убедили в том, что на кожный мочеприемник это хорошо. Ну и в итоге, в общем, что же получили? Многие операции, о которых я говорю, континентные гетеротопические, они просто теряют популярность и выполняются все меньше и меньше. Почему? Да потому что морбидность все-таки остается высокой, потому что это трудно воспроизводится, это требует значимой трудоемкости, и более того, это невозможно или нецелесообразно при лапароскопии и роботосистированной хирургии. Надо себе представлять и понимать, что это выбор сегодняшнего дня, и, конечно, за этим будущее. Именно роботическая хирургия, о которой Пьер Моно говорил, именно варианты лапароскопической хирургии, которую прекрасно Эдуард Абдулхайевич демонстрировал, и, конечно, не было бы никаких проблем, если бы, я не знаю, клонировать Эдуарда Абдулхайевича, и все так бы успешно осваивали эту хирургию, кривая обучения, она бы просто выглядела вертикальной чертой. Но на практике все не так. И какой будет кривая обучения? Нас с вами, которые сегодня начинаем заниматься лапароскопией, роботической хирургией, нужно ли для этого иметь опыт открытой хирургии предшествующей, или нужно учиться сразу роботу? В общем, миллион вопросов, и как мы будем учиться на этот вопрос, нам с вами еще предстоит ответить. Так вот, смотрите, выбор сегодняшнего дня, он свелся, по сути дела, к выбору между ортотопической тонкокишечной деривацией, ну, здесь Штудер нарисован, как наиболее употребимая методика, ну, и отведение по брикеру. Неважно, будет это тонкая, толстая кишка, на самом деле разницы большой нет. Но что же делать тогда, когда, ну, начну не с того, конечно, всегда нужно предпочесть ортотопическую деривацию, когда это возможно. Но что же делать, когда это невозможно, по известным нам причинам? Выбрать брикера или выбрать альтернативу континентный гетеротопический резервуар? Большой вопрос. Сколько копий поломано, сколько есть сторонников, столько есть и противников. Сегодня большинство выбирает брикер. Правильно это или нет? Вопрос. Нам на него с вами тоже еще предстоит ответить. В своих исследованиях, я, конечно, не привожу громоздкие таблицы и всякие выкладки статистические, скажу лишь, что мы сравнивали вот такой континентный резервуар, как Кок Пауш, модификации свои с брикером. И оказалось, что морбидность, выживаемость, они абсолютно сопоставимы. Это мы только себя убедили в том, что брикер совсем безопасен, а все остальное это сложно и опасно. На самом деле все не так. Опасно и то, и другое одинаково. И морбидность, оказывается, одинаковая. Выбор между тем и другим, он, конечно, индивидуален. Вот здесь перечислено все то, что на это влияет. Возраст, коморбидность, в общем, все личные качества пациента, в том числе и хирурга. На сегодня хирург, по большому счету, выбирает методику даривации. Но я убежден в том, что основа долгосрочного успеха и высокого качества жизни это, конечно, адекватный, качественный отбор пациентов. И всякий раз у молодых пациентов с высокой мотивацией к сохранению образа тела, к сохранению сексуальности и так далее, конечно, следует предпочитать континентные методики. Нам с вами этому нужно учиться. Единичные центры в мире на сегодняшний день показывают лапароскопически, интракорпорально или в сочетании с открытым этапом, континентную гетеротопическую древацию. Континентную. Единицы. Это требует мастерства. Но нам с вами этому нужно учиться. Но в целом наши результаты показывают, что осложнение – это касательно морбидности. Осложнения, значимые по частоте и степени тяжести, связанные с уродеревацией, определяются преимущественно в отсроченном послеоперационном периоде. И не попадают в анализ большинства мировых протоколов. Отсутствуют инструменты ранжирования этих осложнений. Оценка влияния их на морбидность, на выживаемость и создание таких инструментов необходимо. И в этой связи мы считаем обязательным увеличение сроков исследовательских отчетов применительно к результатам отведения мочи. в увеличениях до 12-18 месяцев послеоперационного наблюдения. Только тогда мы с вами научимся объективно оценивать результаты, качество жизни и принимать обоснованные решения. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.